всем привет с вами кекс и сегодня я делаю очень интересную глазурь которая покрывает фрукты на вашем тортике при этом очень быстро застывает не течет не путайте пожалуйста это желе потому что желе дружат не все фрукты и она течет и не нужно полностью заливать фрукты здесь можно фрукты покрывать отдельно для этого нам собственно понадобится вода сахар пектин и патока либо глюкоза у кого что есть можно воспользоваться инвертным сиропом если его нет добавьте лимонного сока немножечко вот тоже принципе будет неплохо но просто с патока получается более тягучая и блестящая консистенция я вылила всю воду в кастрюльку и всыпаю туда половину своего указанного сахара остальную половину сахара я буду смешивать с пектином для того чтобы потом ввести его в горячую воду и он не взялся комочками также отвешиваю патоку эту глазурь в принципе можно сделать заранее хранить в холодильнике и потом подогреть добавив немножечко еще водички чтобы она не подгорала в самом начале и она в принципе разойдется и обратно станет более жидкой чтобы ей можно было покрыть фрукты поэтому ее можно приготовить заранее и поставить в холодильник она несколько дней будет прекрасно у вас хранится в принципе даже дней пять может стоять отвешиваю вторую часть сахара и в нее уже буду добавлять пектин пектин у меня довольно сильный поэтому мне в процессе придется потом добавить немножечко еще водички я не знаю как они там делятся у меня на пектине написано а2 я знаю только что это яблочный пектин у меня а не цитрусовый поэтому он имеет вот такой вот оттенок цитрусовый чаще всего белый теперь это все нужно тщательно перемешать чтобы не было никаких комочков пектина перемешиваем сахаром дожидаемся пока закипит наша вода с сахаром можно добавить сюда еще если вы не добавляете лимонный сок добавить несколько кристаллов лимонной кислоты для того чтобы повкуснее все таки было просто не сладкая масса у нас а немножечко с кислинкой такая кисло-сладкая поэтому немножечко добавляйте буквально там на кончике ножа либо чайной ложки вот чуть-чуть добавьте несколько кристаллов лимонной кислоты всыпала я в кастрюльку сахар с пектином оставшимся и довожу до кипения смесь закипела и после этого еще нужно поварить минутки две для того чтобы хорошо уварился наш пектин и получается вот такая вот смесь вот она текучая довольно блестящая если ее как бы уже сейчас поливать на фрукты если вы будете готовить и сразу поливать на фрукты то фрукты могут немножечко потерять цвет поэтому слегка чуть-чуть остудите либо вот я подогревала потом растапливала по новой я покрывала просто кисточкой но потом плюнула на это дело и начала просто сверху поливать ложечкой намного удобнее получается быстро схватывается не течет если даже где-то капнула эта капелька быстро застывает ее можно убрать то есть очень удобно фрукты покрывает хорошо многие кондитеры знают что допустим жилье не дружит с киви если заливать киви то здесь прекрасно киви дружит именно с этим желе можно подогревать периодически кастрюльку для того чтобы была более жидкая консистенция и добавлять туда водички если сильно загустела надеюсь вам пригодится этот рецепт обязательно попробуйте а с вами был кекс до новых встреч пока пока пока